Да, Федя, привет. Я хочу вас познакомить еще раз, если кто не знает, это наш гениальный сценарист. Кино или вообще сценарист? Ну скажи, Федя, ну скажи. Просто сценарист. Просто сценарист, который сделал нам тогда фильм прекраснейший, «Ключ к мечте». Ну кто не видел, пожалуйста, где это находится? Я вот недавно опять посмотрел. Прошел год уже или два, да? Год или два. Да, два года. Я посмотрел, слушай, потрясающе, потрясающе сделано. Вы посмотрели? Ну конечно, я время от времени смотрю, потому что там мне кто-то пишет в Фейсбуке или ВКонтакте. А где фильм найти «Ключ к мечте»? Ну я даю ссылку, хасайру сайт. А в стрессу есть у нас этот? Да, в стрессу он тоже есть, на ютубе есть. На ютубе тоже есть. Ну хороший фильм. Вот единственное, что тогда мы у нас дискуссии постоянно шли, что я говорю, я же автор метода, а ты говоришь, а я же автор фильма. Ничего, творческий процесс, нормальный. Ну это естественно. Ломали копию, да. Ломали копию, творческий процесс, в результате получилось очень хорошо. А о чем там ломали копию? Это очень важный момент. Ломали копию в том, что там был элемент синхрогимнастики тоже, когда о методе ключ. И в синхрогимнастике надо было, чтобы вектор внимания человека, выполняющий эти упражнения, направлен не на качество выполнения упражнений, а думает, о чем думается, о волнующих проблемах. Например, идет на экзамен, значит, думает о том, что его волнует, а то он и думает, делает синхрогимнастику. И тогда происходит синхронизация действий с текущим напряжением. Это, вот как раз вот этот момент был, Токи, да. Почему, собственно говоря, я сейчас об этом вспомнил и говорю, потому что очень многие синхрогимнастику понимают как обычную гимнастику. Ну как йогу, когда делать, как сидеть, как стоять, внимание направлено на теле, а там направлено на решение твоих вопросов, твоих проблем. Вот, ну в конце концов мы там как-то отрегулировали этот вопрос, да. Это было непросто, потому что у людей это новая парадигма, ломало все шаблоны привычные. Это очень важный момент. Вот посмотрите этот фильм. Ну и заодно как раз таки еще раз поздравим нашего Федора, который справился с такой труднейшей задачей. Спасибо. Там самое важное для меня лично, это то, что была драматургия, выстроить драматургию, заинтересовать, привлечь людей, которые не знали и вообще не слышали про метод-клюшки. Поэтому там и участники такие подобрались, и Джигарханян, и знаменитые спортсмены, ныряльщик, на глубину, который задерживает дыхание на 9 минут. И Молчанов, да, и Глазник, хирург Федоров, и спортсмены, и футболисты, и хоккеисты, и спецназ, и ФСБ, и ГРУ, кого там только нет. И вот это тоже очень важно. А самое важное для меня, самое приятное, я бы так сказал, даже не то, что там сейчас где-то 30 тысяч просмотров, а то, что там около, по-моему, 800 или по 1000 лайков. Вот это для меня показано, если человек не просто посмотрел, а еще ответил. Ну да, но самое интересное, что когда они посмотрели, многие писали, этого не может быть, а потом я смотрю через год, а уже так привыкли к этому, а как же иначе типа того. Ну, конечно, потому что именно мы же как раз таки и давали новые вещи, которые сегодня вот наше поколение, так сказать, современных подростков, которые не знали, как раньше было, теперь без удивления это воспринимают. А это же мы делали впервые. И метод ключ впервые, и синхрогимнастика впервые, и сами названия синхрогимнастика, синхрометод, идеорефлекторные приемы, которые снимают стресс автоматически. Это уже никогда раньше не было. Вот это интересно. Да, и самое важное, что там есть упражнения, которые вы непосредственно показываете, и то есть вся методика, вот она прям вот, занимайся онлайн, ну практически онлайн, главная цель, бесплатно нам ударить. Да, я вас поздравляю, спасибо. Слава Богу, мы рады, и рады, что и вы рады, потому что это вообще эпоха. Смотрите, друзья, да, КСАРУ открывайте сайт. Ключ к мечте может в поиске набрать. Ключ к мечте, да. А где надо набрать? А я в конечные заставки поставлю. Ну и хорошо, спасибо, Наташа. Да. Так что вот, будьте здоровы, подключайтесь. Хорошо, что ты зашел сегодня ко мне. Спасибо, что тренируйся. Да, привет, друзья.